МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 500 юных фигуристов на одной площадке в физкультурно-оздоровительном комплексе Президентский проходит областной турнир «Тагильская льдинка». Стало тепло и светло. В 48-й школе на Голом Камне ведутся чистовые отделочные работы. Учебное заведение, напомним, с весны прошлой. Находится на капитальном ремонте. Уже есть что показать педагогам и представителям родительского комитета. На объект их пригласил глава города Владислав Пинаев. О видимых изменениях Юлия Полева. Все легче становится среди оштукатуренных стен и еще пока не везде прикрытых коммуникацией разглядеть будущий интерьер 48-й школы. Строители ведут чистовые работы. Долгожданный капитальный ремонт здесь начали почти год назад, в апреле 2022-го. После перепланировки расширили столовую, обустроили мастерскую для мальчиков, кулинарные и швейные классы для девочек. А также решили проблему с подтоплением спортзала. Родители учеников оценили долгожданное обновление. Когда в начальные классы дочь у меня пришла сюда учиться, было печально. Я огорчилась очень, что в спортзал не работал вообще никак. Дети не активничались. Очень ярко, красочно. Столовая сделали. Ее раньше постоянно затапливало, сейчас сделали по высшему классу, я могу даже сказать. С нетерпением ждем, когда пойдем сюда в школу все вместе. Ждут преображения родной школы и выпускники, которые покинули эти стены более 50 лет назад. Я в этой школе училась. Мне вот очень много лет, а в школе тоже. Мы как вот домой сюда приходили. Это мой район детства, юности жила, ну и сейчас почти. И поэтому у нас, конечно, была боль за эту школу. Такие, здесь, знаете, такие вот люди живут. Люди очень доброжелательные. И дети у нас отличные. Мы рады. Нам надо дожить до 1 сентября, ленточку перерезать. Нам хочется посмотреть конечный результат. Для любого микрорайона школа, это, наверное, центр притяжения. Поэтому хотелось бы, чтобы все-таки и преподаватели, и учительский состав, и, самое главное, родители, участвовали каким-то образом в реализации данного проекта. Родители, чьи дети туда ходят, им, конечно, хватило бы видеть, наверное, красивые, уютные классы. И преподавателям. Почему? Потому что им работать в данном месте все-таки и создать максимально комфортные условия – это наша задача. Конечный результат капитального ремонта не за горами. Уже 1 сентября ученики 48-й школы вернутся в обновленные классы. Помимо работ в самом здании, подрядной организации предстоит еще благоустроить прилегающую территорию. По плану здесь предусмотрена спортивная площадка. 5,5 километров проезжей части, а параллельно им и тротуары планируются отремонтировать в текущем году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как готовится к летнему сезону муниципальное унитарное предприятие «Тагилдорстрой» увидел Алексей Алексеев. Объекты муниципального предприятия «Тагилдорстрой» генерального подрядчика выполнения работ по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» посетили депутаты Нижне-Тагильской городской думы, представители общественности. «В этом году мы планируем отремонтировать пять участков дорог. В деньгах это примерно такая же сумма – 606 миллионов рублей. Работы планируется начать уже в соответствии с погодными условиями с апреля месяца. Если апрель будет теплый, демонтаж не работает. Скорее всего, начнем уже в апреле». Завершается подготовка к запуску асфальтобетонного завода «Тагилдорстрой». Ведущаяся здесь модернизация позволяет полностью удовлетворить потребности предприятия в продукции для ремонтов в рамках национального проекта, а также эксплуатационного содержания дорог и по объемам, и по качественным показателям. «Работы, которые проведены были за последние три года по модернизации, привели нас к тому, что производительность завода с 60 тонн увеличилась до 100 тонн. То есть в день можем спокойно выпускать тысячу тонн асфальта. Очень шагнули вперед». Для изготовления бетона в прошлом году «Тагилдорстрой» приобрел бетонно-растворный участок. Пока материал планируется использовать при строительстве, в частности, культурно-образовательного центра на Гальянке и устройстве оснований для установки бортового камня, есть перспектива перейти к изготовлению бордюров. «Этот вопрос рассматривается, все будет рассматриваться с экономической точки зрения. Если мы придем к выводу о том, что действительно это будет целесообразно и будет окупать себя, тогда, вероятнее всего, мы будем рассматривать вопрос о приобретении оборудования, изготовлении бордюрных камней различного формата». В 2023 году ремонты планируется провести на двух участках проспекта Мира, улицах Тагилстроевской и Фрунзе, а также на Черноисточинском шоссе. Общая протяженность объектов – 5,5 километров. Обстоятельства аварии, в результате которой пожилая женщина была сбита на пешеходном переходе, выясняют сотрудники госавтоинспекции. Это случилось накануне в половине девятого вечера у дома номер 163 по улице Красноармейская. «Водитель автомобиля ВАЗ-2112, следуя по улице Вагульская, не предоставил преимущества в движении пешеходу, переходящему в проезжую часть дороги по нерегулированному пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина 59-го года рождения получила травмы». 40-летний водитель пояснил, поворачивая направо на Красноармейскую, увидел пешехода на переходе, однако избежать наезда ему не удалось. Он предложил вызвать скорую помощь, но потерпевшая отказалась. Тогда самостоятельно доставил женщину в травматологический пункт. После оказания помощи виновник сообщил о случившемся в отделе ГИБДД. Стаж управления транспортным средством, находившегося за рулем 24 года, к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения ранее не привлекался. С начала года зарегистрировано 20 ДТП с участием пешеходов. В шести из них пострадали несовершеннолетние. Девять наездов произошли на пешеходных переходах. Тагильский полицейский продолжает встречи по профилактике дистанционного мошенничества. Очередная беседа на эту тему с сотрудниками спортивной школы «Юпитер» состоялась в физкультурно-оздоровительном комплексе «Президентский». Собравшимся напомнили, как не стать жертвой злоумышленников. Главный совет по возможности игнорировать звонки с незнакомых номеров, либо предельно критично относиться к полученной в ходе общения информации. Не следует забывать, что мошенники, выдавая себя за сотрудников банков или правоохранительных органов, могут подменять номера телефона в теме, которые имеются в открытом доступе. Не паниковать и рассуждать здраво необходимо, получив предложение заплатить за непривлечение к ответственности попавшего в беду родственника. С недоверием призывают относиться к предложениям легкого заработка в интернете. Одна из участниц встречи подтвердила рекомендации полицейских, действительно помогли ей избежать потерю своих сбережений. Отслужил, значит, на пенсию. В Нижнем Тагиле приступили к очередному этапу замены лифтов, срок эксплуатации которых превысил четверть века. В этом году необходимо установить 77 новых подъемников. В этом пункте отслеживают всю жизнь лифта. Двое диспетчеров днем и ночью проверяют, сели подъемники в многоэтажках и работают. Видят они, если кто-то проникает, к примеру, в машинный зал, где все оборудование находится. Это мозг системы. Всего на экранах почти полторы тысячи тагильских лифтов. Вот он стоит в ревизии на техобслуживании. Если он закончит ревизию, уходит и видно, кабина ходит под этажами. Если аварийная ситуация, шахта становится оранжевая и пишется причина, по какой причине лифт встал. Диспетчеры видят, сейчас остановлены 16 лифтов на гальянке и вагонке. Они на капитальном ремонте. В 33-м доме на Алтайской замене подлежит сразу 9 кабин. И жители рады, пусть даже на время ремонта им нужно пешком подниматься до своей квартиры. Ведь лифты в доме были поставлены в 1989 году. Срок службы – 25 лет. И вышел он 9 лет назад. Жильцы переживали, что подъемники могут представлять опасность. Ломались в нашем подъезде. Я в шестом живу. Постоянно. Останавливались. Все люди заседали там в лифтах. Все было. Выглядят так страшно. Страшно. У нас вообще был разломан. По весне так ремонтировали. А, уже ремонтировали? Да. Вообще ремонтировали. Полностью кабинку даже. Монтажники приступили к работам в доме на Алтайской меньше недели назад. И в двух подъездах уже собраны кабины новых лифтов. В первом подъезде она уже ездит по этажам, но без пассажиров. Нужно еще провести ремонт в машинном помещении, в шахте, закончить электромонтажные работы. После – обкатка. Два-три дня специалисты будут спускать и поднимать лифт и проверять точность остановки и срабатывания защитных механизмов. Если все хорошо, лифт примут, и жители смогут им пользоваться. А монтажники будут переходить в следующие подъезды. Он энергоэффективный уже идет. То есть там используются частотные преобразователи. И станция идет микропроцессорная. То есть это все оборудование уже как новое. Поставщик оборудования – Могилевский завод. В Тагил уже пришло 39 комплектов. А всего в этом году «Тагиллифт» заменит 74 подъемника. Столько утвердили распоряжением городской администрации. Вообще-то замены требуют большее количество лифтов, но один обходится в 2 миллиона рублей. Часть средств носят собственники, часть – из областного и муниципального бюджетов. В среднем у нас в год подходит к замене больше 110 лифтов по срокам. Но не все собственники имеют возможности поучаствовать в этой программе, видимо, из финансовых соображений. По просьбе собственников назначается комиссия дополнительная, производится обследование. И если есть возможность разово продлить, то есть на какой-то один период продлить эксплуатацию этого лифта, Ростехнодзор дает такое заключение. Лифты же поддерживаются в рабочеспособном состоянии. То есть проверяются основные механизмы, которые отвечают за безопасность. Если их дальнейшая эксплуатация возможна, то дают такое заключение. Если нет, лифт останавливается. Что касается новых лифтов, завершить все работы и сдать новые подъемники планируют к юбилею предприятия. В конце июля «Тагиллифт» отметит 25-летний юбилей. Риск – благородное дело, но не на коварном весеннем льду. На водоемах Свердловской области спасатели, инспекторы, ГИМС и полиции проводят ежедневные совместные рейды. Снова и снова предупреждают прохожих об опасности. Это касается как любителей зимней рыбалки, готовых до последней возможности ловить рыбешку, так и детей, которые выходят на лед из любопытства. Так было накануне, 21 марта, в районе пляжа Парка Народный трое подростков бегали по льду возле берега. И один из них по пояс провалился под лед. Повезло, что было неглубоко, его смогли вытащить. Сегодня же рейд прошел в районе Тагильской лагуны 2. Разъясняем, что в период весеннего половодия особенно опасны водоемы, что лед из-за солнечных лучей стал уже очень хрупкий, что выход на него сопряжен с очень большим риском. Чаще всего такие случаи выхода людей на лед заканчиваются трагически. Рассказываем людям о том, как правильно позвать на помощь, по какому телефону нужно позвонить и что нужно сообщить спасателям. В 2023 году, с начала года, на водоемах Свердловской области уже погибло 3 человека. Нижний Тагил в этом скором списке происшествий отсутствует. И чтобы и дальше так оставалось, обходы городских водоемов будут продолжаться, пока лед не сойдет. К слову, тагильские водолазы-спасатели проводят сейчас подготовку к ледоходу. Завтра, например, будут проводить разведку льда в районе моста у деревни Баронская. На льду физкультурно-оздоровительного комплекса «Президентский» проходит областной турнир «Тагильская льдинка». В наш город приехали порядка 500 юных фигуристов от 6 до 17 лет. Настрою каждого на призовое место и очередной спортивный разряд. На часах практически 9 вечера, а юные звездочки продолжают выступать перед жюри. Эти соревнования можно сказать два в одном. Под общим названием «Тагильская льдинка» на льду спорткомплекса «Президентский» проходит и региональные соревнования Свердловской области, и турнир по фигурному катанию, в котором принимают участие только тагильские фигуристки. Здесь было порядка около 100 спортсменов из Нижнего Тагила принимают участие в этих соревнованиях. Но в основном ребята выступают в юношеских разрядах. Всего на этих соревнованиях заявилось и участвует 493 человека. На данный момент по количеству участников это рекорд Свердловской области. Среди участников и Елизавета Лабутина. Несмотря на то, что Лизе всего 13 лет, в родном городе ее уже называют легендой фигурного катания. Недавно фигуристка вернулась из Сочи, где взяла бронзу на четвертой зимней спартакиаде молодежи России. Уступила она лишь соперницам из Москвы и Московской области. На родном льду сразу приступила к тренировкам. Но на тагильской льдинке, говорит спортсменка, короткую произвольную программу откатает просто в свое удовольствие. Короткая у меня Малефисента, а произвольная просто как бы восточно-египетский тип программы музыка. Названия нет. А тебе какая больше самой нравится? Произвольная. Почему? Ну, с ней очень много связано, она у меня как счастливая. Вот как мне ее поставили, у меня и соревнования начались более важные. Этот старт для нас не очень важен, поэтому на произвольной программе там если все нормально, то попытается тройной акции. сделает, ну, один из сложных прыжков ультра-си. На этом старте разряд нужно выполнить, поэтому задача некоторым набрать баллы для выполнения разрядов. По итоговой сумме набранных баллов в короткой произвольной программе Елизавета Лабутина заняла первое место. Спортивный сезон завершается, но не для нее. Ей предстоит покорить жюри на всероссийских турнирах по фигурному катанию в Екатеринбурге и Челябинске. А финальной точкой сезона станет открытое первенство «Хрустальный лед». Оно пройдет в Тагиле во дворце ледового спорта имени Сотникова в мае. Подготовку к Пасхе православные верующие начинают за семь недель до Светлого Христового Воскресения, вступая в Великий пост. В это время верующим уже нельзя есть мясо, а вот икру и рыбу в некоторые дни поста можно. Какие деликатесы выбрать для праздничного стола, посоветует Юлия Полева. Впереди Пасха. Можно к празднику закупиться рыбой и икрой. Убрать ее в морозилку. В морозилке икра и рыба своих свойств не теряют. В праздник разморозить и подать к столу. Самой ценной для организма человека считают рыбу из семейства лососевых. Чивыча, палту, стунец, белорыбица, а еще красная икра уже на прилавках Нижнего Тагила. Я люблю все, что вкусно. Нормально едим, по-человечески. Просто садимся и большими ложками, и кушаем, кушаем. За счет наличия в составе лососевых и красной икры большого количества витамина Д, группы В, омега-3, селена, употребление этой рыбы улучшает кровообращение, положительно влияет на работу центральной нервной системы и желудочно-кишечного тракта. Чего и что, брали? Брал. Благородная рыба. Ее надо знать, чтобы брать. Белорыбицу взял, все взял, понемножку. Уличная выставка свежевыловленной камчатской рыбы работает до субботы включительно. О проектах нового молодежного театра, ремонта здания. Далее разговор в программе «Факты в лицах». В преддверии дня работника культуры гость в студии директор учреждения Наталья Маржакова. Оставайтесь на Тагил ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин